прекрасный человек на красном диване прекрасно диванные разговоры доброе утро 11 часов 5 минут доброго не вот и у нас на красном диване прекрасный человек уже марина якушева доктор медицинских наук хиромант человек который нам сейчас объяснит как же нам жить без стресса буквально двух словах жить правильного как жить правильно как бороться с жарой вот вот это немаловажно здравствуйте доброе утро марина вы как-то растерян и что случилось рассказывайте жарко обычно жарко летом у нас обычно жарко зимой нас обычно холодно вас на всей территории россии на сегодняшний момент стоит прохладная погода и льют дожди но говорят там лето так и не наступит две версии почему так произойдет по одной версии путин ходи додалки вы знаете эту версию ну и спросил у нее когда же я собственно говоря уйду на покой заслуженно она сказала летом путин и сказал лето не будет это первая версия и вторая версия 2 я только что увидел узнаете в москве не только москве в россии во всех ларечках продается такие медальки ну или монетки и такие сувенирные с изображением иисуса христа николая чудотворца ну ну так же появилась модель монетка такая юбилейный с ображением берии ну так что это только вспомнили а я не знаю но видимо кто-то там небесная канцелярия рассердился и поэтому в россии такая погода мы разобрались да 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 марина рассказывать что с чем с чем пожаловать в армию да я пожаловала в гости так отлично замечать гостеприимная очень красивая поэтому мне сюда всегда приятно приезжать видимо здесь была моя прошлая родина такая шутливая версия для друзей когда-то видимо я жила в армии а вы кстати вот можете да говорить людям кто где когда жил нет нет вы это шутливая версия 3 вы это ходили карнацию вы не верите на самом деле я не могу точно утверждать слепая века специалиста врача имеющего классическое медицинское образование и проработавшего в академической науке много лет это очень сложно извиняйте да действительно ни одна муха еще не призналась что она в прошлой жизни была членом парламента какого-нибудь государства а вот хиромантия хиромантия на самом деле фактических подтверждений то есть я к гаданию никак не отношусь поскольку гадание это такой вероятностный вариант я занимаюсь оценкой личностных качеств по особенностям рисунка на пальцах и ладони занимаюсь давно 30 лет уже практический опыт около 50 тысяч человек я уже посмотрела то есть он позволяет мне сказать что есть определенные какие-то характерологические черты личности которые отражаются на руке определенные закономерности изучив проанализировав которые можно сделать прогноз о том как человек будет вести себя в критической ситуации скажите они с рождения вот вот эти вот все популярные линии не понятно что линии это с рождения вот эти вот характер характера логические маркеры которые родился человек они не меняются генетически такой какой-то фон есть маркеры которые медленно меняются но они меняются и есть вот мелкие линии которые в основном изучают хироманты которые меняются они могут меняться в течение нескольких дней дичьинись и не даже мелкие вот так называемая белая линия академик взять пожалуйста рядом с мариной это подожди до чтобы обо мне все знали не надо не ну а как вот скажите пожалуйста имеет значение по левой или правой руки на самом деле да то есть считается и мой практический опыт подтверждают что если человек правша левая рука это как бы та информация которая человеку предначертано назовем это так понятно право это только человек реализует то что ему дано это на самом деле успешных людей вот кого я смотрела у многих правая рука более более благоприятно я благоприятно по маркерам и на самом деле не всегда те маркеры неблагоприятное которое мы видим на руке ведут человека к кризису или каким-то катастрофам чем отличаются успешные люди тем что они смогли учитывая свои какие-то негативные качества сделать их из негативных и отрицательных перевести их понятно ну а то что люди там определяет по рисунке на рисунком на ладони количество прожитых лет и количество будущих детей да вот на самом деле про количество прожитых лет это не не совсем смешно потому что у меня есть мой коллега профессор криминалист калкутин который занимался у них была очень большая именно научная работа с большой статистической выборкой по определению возраста по количеству мелких популярных линий на пальцах то есть у них была программа соответственно задача этой программы было определить возраст криминалистическое определить возраст понятно сколько человек проживет на самом деле это очень вероятностная категория если у человека очень много но так называемых генетических маркеров если у него очень много деструктивных рисунков на руке то шанс дожить у него даже до 80 лет будет гораздо меньше как если бы к примеру человек родился и у него много но каких-то аномалий так естественно он плохо успевает он ничего не запоминает он часто болеет естественно ни у кого не вызывает никакого человек вероятнее всего до 90 лет а ну это понятно да уже по логике здесь примерно то же самое то есть вы по ладони можете определить предрасположенность человека к той или иной болезни соответственно врожденные там передаваемые генетическим ну многие заинтриговали его ты сядешь уже или нет да 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 я сейчас там я просто не смогу общаться нет я я предлагаю если позвать мистера макурдова который спустит второй микрофон и ты совершенно спокойно да он далеко ладно подождите сейчас да давайте марина исследуйте моего коллегу так вот пока что левая дорогу а ты левша ну я и твой другой у человека две руки понятно да он даже у зимы у вас внутри даже направо у меня потом с возрастом уже со временем шрам появился он как-то влияет потом на на судьбу твоим да я думаю что да потому что было больно ну что марина что вы можете сказать о моем коллеге всю правду расскажите нам травма была да кстати можете определить травма было бы вследствие чего или так я на самом деле этим не занимаюсь я вообще считаю что травмы должны заниматься травматолог нет не совсем так то есть что-то такое говорит человеку что он и так знает показывая свою ясно все смысла никакого не человека ты давайте тогда говорить человеку то чего не знает может догадываться конечно судя потому что марина молчит на самом деле вот если мы говорим о типе личности профессии она вам подходит абсолютно идеально так почему потому что у вас все петли на на концевых фалангах пальцев петли это считается европейский по классификации дерматоглифической европейский тип рисунка он самый адаптивный комфортных условиях то есть дима европейц не совсем так не совсем я всегда думал что в нем есть африканская кровь так нет африканцев другие рисунки а какая у него азиатские какие там нет вот считается по классификации есть у нас такой российский ученый специалист по пальцевым рисункам у него есть такая красивая теория сложности пальцевых рисунков о том что они эволюционно в разное время развивались то есть самый простой тип рисунка характерен для начала человеческой то есть это африканцы да скорее всего чаще всего надо оттуда же выход здесь европейский то есть когда человек первый тип более простой когда человек проснулся он голоден он пошел завалил мамонта он его съел съел и норме шел домой спать а диме нет . книжку почитать курить наверно дальше люди соединяются в группы для того чтобы завалить мамонта они должны договориться так и люди договариваются тип но так в общем если мы не упрощаем он называется коммуникаторский то есть у димы коммуникаторский когда человек договаривается то есть он слушайте прям дела дима один не может завалить маму туда надо говорить то естественно он договаривается так что еще вы узнали точно также относится к поскольку я все-таки врач то есть как чилирует на болезнь то есть вот в случае димы ему больше всего подойдут классические стандартные методы лечения желательно клизма я всегда говорю это тоже полезно давайте аспиринчиком обойдемся до классики вот аспиринчиком в жару я бы наверное не знаю не советовал лучше все-таки клизма лучше естественном а по жаре вообще-то это тоже не очень хорошо и так идет обезвоживание ну с одной стороны будем вливать как говорится с другой выливать так что еще теперь маркируется точно так же тип мышления у нас аналитик то есть это не то что он математик это то что он познает мир путем анализа анализируется есть люди творческие которые в основном в империях порядок есть люди аналитики дима аналитик скажите а как и почему вот к можно по руке выяснить почему диму невозможно учить рисовать все-таки вот как-то мы его пытались и никак не получалось на самом деле есть всегда исключение так но вот такой тип у руки такой тип пальцевых рисунков и отсутствие некоторых других маркеров говорит о том что нет у него именно способностей к рисованию рисовка изобразительному искусству понимать он его может получать удовольствие от просмотра он может а вот так но сложно делать в отличие от меня век живи век учись да дима на так что еще интересного маша фамилиар спросите марина марина да что интересно что правда судьбу то его как жена дети можно что-нибудь сказать очень не нравится все вот эти вот жена дети поскольку не нравится что за цыганчина отдает ухожу ячейки семьи не будет можно с ней жена я с вами совершенно согласен может не жена на мире контрацепции свободного выбора на самом деле не всегда то что у человека на руке на руке не всегда реализуется то есть иногда женщина имеющая высокую фертильность назовем это так по умному способная родить многих детей не заводит их потому что кто-то делает карьеру кто-то а способность но мы же мы же мы же про диму не можем сказать что у него высокая фертильность давайте да тут просто скажем есть еще такое очень хорошее качество чисто мужское то есть у него вот четвертый палец безымянные выше чем 2 есть такой ученый очень интересный мы не британский который проводил исследование говорил что мужчины имеющие четвертый палец выше второго зарабатывают больше в среднем чем те мужчины у которых которых наоборот наоборот объяснял повышенным уровнем тестостерона вот ну и я думаю что когда вы посмотрели на диму на его лысину сразу понятно что не повышенную но это уже другие маркеры ладно маркеры голову головные марки если же в голове так ну что я думаю давайте давайте еще что интересно поскольку мы говорим про стресс то вот люди типа личности димы на стресс реагирует наиболее так скажем благоприятным образом за не легче из него выходе я даже знаю как и реносит реносят легче не знают как лечиться нет потому что у них тип наиболее адаптивная для того чтобы снять стресс они могут пойти пообщаться с друзьями где-то выпить где-то погулять потанцевать потанцевать и у нас консорда и тут же у нас стресс заканчивается это самый идеальный вариант отлично стресс это гормоны стресса а когда человек и стресса выходит путем получения гормонов счастья счастья серотонина то бишь не только сертонин там эндорфины идут если это острый там дофамины там серотонин если это привязанность amok очень много на самом деле сли человека из стресса выходит путем получением разного рода удовольствий и он находится на позитивной волне То это всегда для здоровья Однозначно полезнее и лучше Снятие стресса Делает человека здоровее Отлично А не наоборот Без стресса на самом деле Жизни ведь тоже быть не может То есть стресс это адаптация человека К внешним условиям Если человека посадить В идеальное условие Работать ему не надо Ничего делать не надо Он скорее всего заботится Деградируется То есть преодоление препятствий Развивает у человека новые навыки Спасибо армянскому правительству Спасибо большое Это лирическое отступление Дима прям Ну ничего Дима ты не переживай Мы тебя все таки научим рисовать Я думаю что рано или поздно Зачем Тоже логично На самом деле в рисовании Есть две градации То есть есть то что человек сам рисует Получает от этого удовольствие А для Димы будет важнее рисовать В коллективе Вот Пришел Коллектив фальшивомонетчиков Вот где важно рисовать Да И самое главное Дружный коллектив Получение пользы от этого Понятно И точно так же есть такое Все таки про жену Вы мне ничего не рассказали Его Вообще маркируется Однолюб А то есть понятно То есть как бы вот Маму любит Есть такая поговорка Давайте Вы не будь У нас на красном диване Все можно Любые поговорки Тем более аутентично Больше одной женщины за ночь Все Вот так Это мое кредо Это не кредо Это папилляры Твои Еще чисто мужское качество У мужчин встречается Реже как Подверженность страхам И склонность Долго принимать решения Но это да Это То есть он Он подвержен страхам Да Конечно Большая часть А я думал ты викинг Смотрите Страх то ведь нужен Для защиты жизни человека То есть бесстрашие Это на самом деле Очень плохо Да То есть страх Это признак мозгов Да Это признак личности Но если хотите Считайте Хорошо Трусливый Художник Даже Картику боюсь Представить Какую Нет Трусливый Художник На самом деле Вот как Одно из самых Ярких черт Если мы говорим Про предрасположенность К заболеваниям У вас получается Чисто мужское Заболевание Как сердечно-сосудистая Болезнь Поэтому настоятельно Рекомендую Раз в год ходить ЭКГ сдавать Просто И вообще ходить Хорошо Пешочком Так я промолчу Проходить Ходить пешком Я в смысле Ходить пешком Я стараюсь Аэробные нагрузки Танцы кстати Идеальная Аэробика Твоя любимая Аэробика Полосатый Гольф У тебя есть Компании Красивых Женщин Это идеально Абсолютно Ну да Я думаю Что сейчас Все красивые Женщины Армении Готовы Потому что он Однолюб Вы думаете Это вы так сказали Я ничего не думаю Я вообще Я про женщин Я про женщин Все что вы Говорили Я на свои руки Смотрел Страшный Тоже понял Что я зарабатываю Больше чем Кто-то Это вот Исследование Да Русского Ученого Британского Ученого А Оно в российских Условиях К сожалению В стопроцентной Гарантии Не дает Ясно На самом деле Оно говорит Поскольку признак Мужской При обладании Тестостерона И соответственно Мужчины Имеющие Такой маркер Имеют Риск Выше Получение Аденома Предстательной Железы Началось Я же только Про риск Говорила Ясно В процентах Риск Не может Работать Это я к тому Что Образ жизни Вести правильный Все таки Лучший И здоровее Нежели надеяться На Бога Да Спасибо Подожди Подожди Доктор Медицинских Наук Марина Якушева Еще что-то Интересное Видела Я хочу Сказать Если мы говорим О самой яркой Черте Димы Димы Это все таки Аналитический Тип мышления Анализирует он Это самая яркая Самая сильная Его честь Анализатор Которая Позволит ему Если мы говорим О способе Реализации Себя в жизни И зарабатывания денег Проявить Проявить себя В жизни Вот так вот Димочка Все у тебя еще Впереди Спасибо Отлично Ты многое о себе узнал Да Тоже Вот Много чего Просто на твои Руки не смотрели Не надо Не надо Не страшно Я боюсь Я все А чего бояться Ну-ка Вот Да Вот скажите Правды А вот сам себе Человек Кстати Вот вы Сама себе Можете там Предсказывать Определенные вещи Я не знаю Как-то Программировать тебя Да И часто Пробегаете к этому Да Да Тем более Что появляются Линии-то на днях Буквально На самом деле Поскольку Чем больше я Работаю Гляжу Нет У меня же есть Практика То есть у меня есть люди Которых я Ну так скажем Веду Наблюдаю И есть ли человек Особенно талантливые люди Те которые обладают Редкими талантами Художники Композиторы То есть те которые Связаны с Производством Какого-то Ну назовем так Красиво Контента Для других людей Талантливые Они Как правило Очень деструктивные И обладают Какими-то Ну так скажем Негативными качествами При правильной Постановке Ну так скажем Жизни Этих людей Они становятся сильнее И часть негативных Не генетические Генетические не могут Негативных маркеров Исчезают Вот Фотографии Есть доказательства О том что человек Может изменить Судьбу Отлично Скажите пожалуйста Марина А где можно услышать вас Увидеть вас Ереване Общая Или это Открытый Какой-нибудь Семинар У вас будет Это возможно Открытый Семинар Планируется В студии Лофт Так Седьмого Числа На сайте У них Должна быть Информация Седьмого Числа Седьмого Июля Очень скоро Через Четыре Дня Через Три Ты не перевел На сайте А да Ты не перевел Через три дня Ну и для тех Кому интересно Могу Телефон Да Конечно Плюс 7 967 639 18 18 Отлично На проводе будет Марина Якушева Доктор медицинских наук Хиромат Который поможет вам Жить без стресса И расскажет вам Ну если вы лично с ней встретитесь Конечно же Расскажет вам Обо всем о том Что вас волнует Скажите Марина Последний вопрос От радиослушателя Вы можете Только вот Держа Человеческую руку В руках Что-то говорить Об этом Или по фотографии По фотографии Потому что у нас Сейчас мир Активно движется У меня есть Консультации По скайпу Все отлично Хорошо И последний вопрос От меня Может быть дурацкий Потому что я не такой Аналитик Аналитик Но зато я прекрасно рисую А вот Скажите пожалуйста Но у меня дурацкий Совершенный вопрос На ногах то у нас Тоже есть рисуночки Есть на самом деле Вот как наука Драматоглифика Она тоже исследовала И популярные рисунки На подошвах Есть даже научные монографии Правда они где-то 60-х годов Прошлого века И тем не менее Тем не менее На самом деле Это просто неудобно А Ну да конечно Неудобно и негигиенично Иногда У некоторых людей Чистые ноги Я хочу сказать Что у меня практика Большая Когда я только Начинала работать 25 лет назад Все что можно Выслушать о том Что для чего Я снимаю Я уже выслушала И Особенности рисунков Которые есть у человека Разные способы Получения результатов Они меняются Если раньше это было Только посмотреть Только на бумаге То сейчас Благодаря Интернету Благодаря цифровой технике В общем-то Да На этим можно кого угодно Жить стало легче Жить стало веселей Ну что ж В интернет не отключили Да Ну в Армении Жить стало предсказуемо Спасибо большое В гостях у нас была Марина Яркошева Доктор медицинских наук Хиромант Вы с ней лично можете встретиться 7 числа вечером В клубе Лофт На сайте Лофтовском Все это есть Еще раз если можно Озвучьте номер телефона Пожалуйста Телефон Плюс 7 967 639 18 18 Отлично Вот Спасибо Удачи Спасибо от меня Персонально Да Академик Макарчан Теперь знает практически Все А у нас потрясающий Эра с Ромазоти Который тоже мечтает Как-нибудь показать Свою правую Или левую руку Обе Марине Якушевой Спасибо Удачи вам Спасибо До свидания А потом Хреновости В эфире Доброе утро Спасибо